всем привет 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 с вами как всегда ваш замечательный самый несравненный сынулька красотулька я сегодня нахожусь получается третий день в москве я нахожусь отираюсь москва сити самым дорогущим отели под названием или чего у меня вкусный такой завтрак знаете здесь находится холодец как студен идет по идее помидорки также здесь горчица различный соус принципе можно поглядеть но я думаю чтобы ничего это не сползло приготовлены бутерброды они сосиски сосиски кстати бутерброды я сделал сам я сейчас разогрел я взял обычный сыр подрезал сыр туда колбаски она получается копченая также вкусняшки вот это кукурузные штучки вкусные такие они в шоколаде кстати из шоколад хороший мне нравится печенюшки дальше такие с магазина наподобие как не пончиков и таких этих эти флюшек самое вкусное это я в этом ресторане заказал блинчики они с вишневым соусом конфетки обыкновенная буду все-таки кушать куда я все-таки пропал надо было надо было по делам слетать москву действительно я не всегда дурачусь не всегда он бывает в кадре вот такой как дурачок да нет я решал дела дела тоже такие вау какая вкусная штучка штучка я решал действительно дела надо было кое-что важное поделать а не просто так если кто-то думает что я сюда отдыхать по большому счету прилетал нет нет и уже на свинякал как свиня ну конечно запустить допустить леча в огород уже нас на свинякать буду пробовать вкусненько вот этот холодец он реально зачетный ну-ка хочу супер блинчики попробовать мимоходом я постепенно буду все выкладывать не хочу сразу выкладывать где что был я мимоходом заезжал туда даже мало где москвичи бывали просто для общего познания кирпичи мои стройкой пока подождет это все надо было кое-что поделать так сосиски по мякоть правда сыр прилип вкусненько все вкусно родителям я периодически звоню ну как периодически я звоню каждый день говорю мам у меня все нормально чё как там отец как там что нормально вкуснятина вкуснятина citation можно даже разные соусы макнуть видео встречался много звезд не youtube телевизионных Вкусненько, я приготовил её на 5 дней, на 5 суток, через пару дней полечу, 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 полечу. Холодец действительно вкусный и карточки замечательные. Так что стройка пока подождёт. Что-то нос начинает закладывать, по идее как бы не разболеться. Всё вкусно. Много иностранцев видел. А, я же побывал ещё на Красной площади. Я там уже был, но там не пускали, в какие-то части не пускали. В основном, там знаете кто? Из Китая. Я понял её из Турции. Афроамериканцев мало видел. По-моему, только одного за эти дни. Туда же на Красную площадь москвичи вообще не ходят, по идее. А что там на ней делать? Интересно только иностранцам. Где я был? В ГУМе? Интересно, как он? ГУМ. ГЛАВНЫЙ. Так, ГЛАВНЫЙ. Ну, как переводится? ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН, короче, Москвы. ГУМ. Как же он переводится? Ну, я там на телефон поснимал. Поприкалывался. Купил маме подарок в ГУМе. Потом покажу, какое. Знаете, в Москве воздух не хуже, чем у нас. Он даже лучше. Сейчас получается так. Все заводы убрали в сторону. И много зелёных насаждений. Воздух чистый. Вода чистая. Загазованности нет. Но только минус шумные автострады, если кто-то селится перед шумными автострадами. Машин много. Дорогих машин видел. И Бентли многих. И за 40 миллионов, и за 25. Самые обыденные машины. Которые на книжках видел автомобили. Покатался. Фактически не спишь. Катаешься, катаешься, катаешься. Сырку с мякоть. Так, ещё эту с мякоть. Во. Ммм. Всё вкусно. Я, кстати, не всё снимаю. Такси постоянно цены меняются. ты можешь, например, доехать за 1000 рублей, тут же 5 минут проходит уже 2000 рублей, цены прыгают в три раза, за эти три дня фактически много где покатался, дела делал, вот так вот, вкусно, вкусняшка, в комментариях тоже многие пишут, ты куда потирался, мне у меня, я не скрываю, были ролики, но они не публикованы, а не новые ролики, ну а домой что, домой приедешь опять, станешь опять бегать со штативом, опять снимать, опять снимаю, все обыденно, хочется ли мне домой, не знаю, я хоть и не люблю большие города, ладно, какая-то грибцовская печаль, кушаем, обыкновенный мубанк, оценули, все живы-здоровы, ролик выйдет, я думаю, первым, как прилечу, него загружу, вкусно, печеньки еще не пробовал, и блинчик захомячить, планирую сгонять сегодня, в этот, знаете куда, ресторан называется 7 звезд, или как он там называется, короче, на башню Останкинскую, есть там такой ресторан, 7 небо он называется, вспомнил 7 небо, я думаю, туда смотаться, там вроде в отзывах пишут, ресторан находится, по-моему, 300 или 400 метров над землей, на самой башне Останкин, но там, по-моему, какой-то пропускной контроль, довольно сильный, с моей мордашкой меня пустят или нет, хотя я похож на ему, да, на истинного москуча, надо будет взять документы, а документы я с собой всегда вожу, никогда нигде не оставляешь, документы всегда с собой, хорошо, что я еще не выпиваю, а если бы это, то вещи, конечно, оставляют, на все вот эти, часть каких-то денег, телефон, телефон, документы с собой, ой, как вкусненько, хочу еще, давайте куда, графу Шереметьеву хочу, да, вы не знали, что у сыночки голубая кровь, нет, я не в этом плане, я в хорошем плане, вот именно есть такое выражение, как его, какая величественная, ой, сейчас стихнул, не разболеться бы, когда перелет был, форточки же открыты в самолете, бывает жарко, форточку открывает, а у меня место такое еще в окна, нас окошко открываешь, хорошо, свежо, летишь на 10 тысяч метрах, кусковая усадьба называется, тоже мало кто москвичей знает, а москвичи туда и не едут, и мало знают, туристы-то и тут туда редко поедут, усадьба, знаете где, на Вишняках она находится, в окна, в районе Вишняки, вроде смотрел, я без гидов, без всего, возьму фотоаппарат, возьму телефон, манал, я эти дни преимущественно на телефон, снимал, ну и снимаю, какие вкусные шарики, шарики лошарики, сыночки все выжатели, в общем я здесь выяснил, оказывается, мне тут помогли помощника, оказывается в семье, в нашей были графы, сыночка поедет приобщаться к графству, вот так вот, видите, из гаразии в князе, как говорится, куда еще сгонять, не знаю, а маме знаете, что купят, итальянскую сумку, с гаманком, тоже будет ролик отдельно, что мама, пусть она это, за хлебом ходит, в итальянской сумке, а то мы не люди, что ли, за хлебом, да картошкой, настоящую к ужину, она там такая, мне понравилась, правда и стоит дофига, сказать вы просто ахните какая, цена сумки, не буду говорить, это и ни к чему, сумка до сумка, да ладно, очень вкусно, очень замечательно, апельсиновый сок, хорош хамяч, надо идти, помаленьку собираться, сейчас я тут перешагну, и это к вам, с вами был сынок красотулька, всем вкусняшек, отличного настроения, не теряйте, сыночка в Москве делает свои деля, свои делишки, всем пока-пока, как приеду начну помаленьку, выкладывайте снимать повседнев, всем пока-пока, пока-пока-пока... Продолжение следует...